Объединенная делегация Главная чаша стадиона сегодня кажется более уютной, чем несколькими месяцами ранее. Строительной техники здесь практически нет. Трибуны обрастают креслами, а на поле только специальная машина, которая создает эффект искусственного солнца, чтобы быстрее росла трава. В октябре газон прошьют еще раз специальными полимерными нитями для повышения износа стойкости. Затем его проверят игрой. В первом в истории стадиона матча сыграет команда правительства Нижегородской области. С кем? Пока секрет. Детали предстоящей игры журналистам не раскрывают, но известно, что свое участие уже подтвердил в Рио губернатора Глеб Никитин. С небольшой оговоркой, если не будет важных встреч, и здоровье не подведет. Достройка стадиона, соблюдение всех сроков и качество работы – одна из приоритетных задач на новом посту. Практически все мероприятия осуществляются в сроке, установленные графиком. Срывов критических вех нет нигде. В буквально нескольких мероприятиях есть некоторые отставания от графика, которые мы обязательно наверстаем. Что было особенно важно – это знакомство с объектами воочию, по документам, и наблюдать то впечатление, которое производит процесс строительства и процесс подготовки на уважаемых коллег из ФИФА и из оргкомитета. Визит в Нижний Новгород объединенной делегации носит плановый характер. До Мундиали остается все меньше времени, а значит, стоит ускориться. Никаких сравнений с другими городами, где также пройдут игры чемпионата мира, не делают. В центре внимания только Нижний Новгород. Задача – найти проблемы и решить их в максимально короткие сроки. Убежден, что к концу марта и начало апреля стадион будет полностью готов. Мы сможем провести и тестовые матчи, и матчи чемпионата мира вполне эффективны. Нижний Новгород стал четвертым из восьми городов-организаторов чемпионата мира по футболу, который проверяет объединенная делегация. Спортивные объекты по стране продолжат изучать до 5 октября. Евгений Древянко, Антон Ганин, Илья Васенин. Столица Нижнего.